всем привет вы меня слышите расслышно отлично так возможно еще даже видите 16.20 у нас начинается семинар по по прикладным задачам анализа данных вас только всего лишь сколько 6 1 2 3 4 5 6 а сколько у вас в группе людей вообще знать бы и реформировали ну я надеюсь не 60 не 7 ну хорошо давать потихонечку начинать я думаю что остальные потянутся в течение 5 минут я надеюсь но если не успеет ну значит чего то пропустит всем еще раз привет еще раз напоминаю что это курс прикладная задача анализа данных у нас с вами первый семинар по этому курсу в этом модуле он будет первая часть этого семинара будет водной мы с вами познакомимся немного и вообще поговорим вообще в целом про то что нас ждет в третьем четвертом модулях а потом мы собственно перейдем к семинару по теме вашей первой лекции которая была в прошлый четверг для начала давайте знакомиться меня зовут гущин михаил я буду вашим семинаристом я работаю в высшей школе экономики в лаборатории лямбда являюсь там научным сотрудником также являюсь руководителем проектной группы по анализу временных рядов вышки и еще являюсь координатором группы по статистике машинному обучению в эксперименте lhcb на большом адронном коллайдере возможно некоторые из вас слышали что вообще лаборатория лямбда наша лаборатория она много занимается анализом данных именно вот из из лhcb и вообще других экспериментов физики высоких энергий и вы и вы к нам можете приходить на всякие дипломы и курсовые если вы не знали вдруг до заканчивал я физтех и там же защищался и получил там степень 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 кандидата физматолог вот это кратко обо мне у вас много я думаю что с вами с каждым из вас мы познакомимся поближе в течение третьего четвертого модуля пока будем вместе разбирать семинары так а я правильно понимаю что вы пятая группа да я ничего не перепутал отлично хорошо а курс вы четвертый 3 3 клёво ну хорошо так и все из вас вы были на вот на этом же курсе в первом и втором модулях да да ну наверно все ну хорошо ну то есть мы считаем что там по крайней мере первую часть курса вы уяснили и вы уже много очень много чего знаете отлично теперь немного про про организационные вопросы возможно вам уже женя соколов ваш лектор рассказывал вам говорил вам об этом на вашей первой лекции на прошлой неделе но я думаю не будет лишним повторить значит самое главное самой важной страницей для вас является вики страница курса для тех кто не знает вы сейчас на экране можете видеть адрес этой страницы в принципе она гуглится просто вам нужно ввести название курса прикладные задачи анализа данных и ну он вам выдаст на первой странице ссылку на вики курса на этой странице на самом деле содержится все что вам нужно для того чтобы успешно пройти прослушать и усвоить этот курс и там больше и и и здесь же вы найдете наверное там 90 процентов все информации которая вам нужно а в частности вы здесь найдете в этом карточку с программой курса найдете здесь ссылку на репозиторий с материалами где лежат как лекции так и семинары также да также здесь вы найдете ссылку на общий телеграм-канал с какими-то общими объявлениями вообще на весь курс здесь же есть какой-то канал для флуда тоже да и вы уже знаете что все домашки мы сдаем вы не таске здесь есть ссылка на и не таск этого курса и у каждой группы у вас будет стоп и у вас у каждой группы будет свой инвайт и вот инвайт вы можете найти вот в табличке вот этой на этой странице в последней колонке вы пятая группа вот для вас инвайт вот такой здесь же в этой табличке вы можете найти ну еще раз кто у вас семинарист кто у вас учебный ассистент здесь же есть ссылки на зум которым мы будем проводить все семинары на самом деле и также здесь есть ссылка на телеграм-чат именно для вашей группы то есть есть общий чат есть чат с вашей группой в этот чат вы там тоже можете задавать всякие вопросы которые вам непонятны или там каким или вопрос который у вас возникает в течение семинара но мы по каким-то причинам не успеваем их рассмотреть либо когда вас пойдут домашки у вас могут возникать вопросы по домашкам тоже туда смело пишите будем разбирать если будут появляться какие-то дополнительные материалы к семинарам ну допустим допустим сейчас минуточку ну допустим там видеозапись семинаров то это наверно тоже будет появляться вот здесь ну еще что-нибудь ниже таблички вы найдете вообще вообще правила по которым будут выставляться вам оценки в течение курса и в конце вы найдете общую формулу какой вклад вносят туда оценка за домашние задания которые вы будете получать не на каждом семинаре а вот по каждой теме оценки за контрольную работу оценка за экзамен их вес вы видите здесь где же есть здесь же приведены кратко вообще правила сдачи этих всех заданий и дальше вы найдете секции про лекции и про семинары секция про лекции содержит список всех тех лекций которые уже прошли да то есть номер лекции дата когда эта лекция была ее тема а также какие-то полезные ссылки там например на слайды и на запись этой самой лекции это на тот случай если вы пропустили лекцию и хотите все-таки посмотреть что же там было либо наоборот вы были но забыли и вам нужно вспомнить аналогичные секции есть для семинаров все то же самое номер семинара дата тема и сейчас здесь только первый семинар и здесь будет ссылка и здесь приведена ссылка на тетрадку с кодом который мы будем с вами разбирать сегодня пока у вас было только две лекции она у вас по четвергам утром первая лекция была на прошлой неделе 2 сегодня и семинары у нас идут всегда задержкой в одну неделю поэтому сегодня мы с вами будем разбирать тему первой лекции про трансформацию изображения да и да тут же внизу есть ссылки на материал прошлых лет но имейте ввиду что по крайней мере программа третьего четвертого модуля в этом году изменилась то есть она другая по сравнению с прошлыми годами мы сильно поменяли тело окей по организации есть у кого-нибудь вопросы так 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 чат есть чат это норм для семинаров большая часть записи смотрит потом а вы имеете ввиду что так мало людей окей скорее пятая колонна вот этого я не понял все понятно надеюсь но окей хорошо да не бойтесь говорить не бойтесь задавать вопросы в любой момент как только не у вас появляются вас немного поэтому мы тут не умрем если все вы начнете что-то говорить наоборот это приветствуется так как вам он будет проще понимать так окей поехали дальше тогда если порк вопрос по организации никаких вопросов комментов нет тогда поехали поехали дальше так значит в секции семинары вы найдете ссылку на кликайте туда вас перенаправит на гидкап репозиторий на страницу там где есть курс и здесь в ридми вы найдете кнопку нажимая на которую вас перенаправит на коллаб где откроется тетрадка семинара то есть у вас есть две опции вы можете просто склонить себе репозиторий с тетрадкой и запустить локально где-то у себя если вам так нравится можете просто зайти по вот всем этим ссылкам что я показал и с вики страницы и непосредственно открыть в коллабе и работать прямо там да то есть на случай если вдруг у вас на компьютере вы не поставили никакого окружения себе для работы и вам просто удобнее где-то где-то там делать вот вы можете делать в коллабе целом все тетрадки должны работать мы вроде стараемся их проверять если что-то не работает то говорите будем будем разбирать для удобства я вам буду показывать у себя на сервере не в коллабе просто потому что не так тупит как окей а скажите пожалуйста кто кто из вас не смотрел прошлую лекцию есть такие вообще не стесняйтесь я оценок за это не ставлю молчание либо вы все все были на лекциях и и либо хотя бы послушали в записи ну либо вы все такие стеснительные но окей хорошо напомню что в прошлом на прошлой лекции вы рассматривали различные задачи про изображение в частности вы рассматривали style transfer это когда вы берете какую-то картинку какую-то фотографию например вы берете какую-то картинку со стилем и вам нужно чтобы ваша картинка чтобы стиль вашей картинки стал похож на стиль вот вашей картины стилевой и вот здесь здесь сейчас вы смотрите на слайд с ваших лекций как просто пример того как это работает скорее всего вы уже это видели когда-то давным-давно потому что это было популярно наверное года три-четыре назад и и вы наверное даже можете найти в google play либо в apple store много приложений которые позволяют вот так вот обрабатывать ваши фотки и на семинаре и на лекции вы как раз рассматривали как это делается теорию того как вообще мы можем получить такой style transfer а сегодня на семинаре мы с вами разберем как это сделать практически и сделаем такую игрушку с которой вы потом сможете поиграть со своими картинками можете туда загрузить любые свои фотографии взять любые картинки со стилем и посмотреть что из этого получится ну и так для справки помимо этого вы также на лекциях конечно рассматривали и какие-то другие задачи не только ставил трансфера например вы рассматривали super resolution задачи когда нужно повысить разрешение какой-то картинки какой-то фотографии а также заполнение пропусков да то есть когда у вас картинки есть какие-то дырки вырезаны и вам нужно попросить сеть чтобы она заполнила вам пробел каким-то контентом который будет релевантен вообще остальной картинке вот но сегодня мы будем рассматривать на семинаре только ставил трансфер этого будет достаточно так надеюсь все из вас открыли семинары если вам плохо видно и нужно сделать что-то покрупнее вы тоже не стесняйтесь говорите нормально все да все все видят различают да все хорошо отлично да что-то в чате так и так что мы о чем мы будем говорить о чем конкретно мы будем говорить на семинаре а именно мы будем сегодня рассматривать алгоритм который был представлен вот в этой статье на архиве вот этих авторов эту же статью вам на самом деле рассказывали на 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 лекциях слайды были пом-пам-пам да вот 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 эти вот ребята вот мы их алгоритмы будем рассматривать то есть и да и что мы будем делать мы будем использовать уже предобученную сеть все вот ту же самую сеть которая у вас была на лекциях тоже посмотрим вот такая vgg она уже предобучена мы просто загрузим потому что обучать мы конечно же не будем с нуля потому что это очень долго вы сами знаете и что и что мы вообще будем делать у нас будет три изображения первое изображение мы будем называть input image это просто то изображение которое мы будем подавать на вход оно может быть любым на самом деле это может быть просто белый шум это может быть просто наша фотография все что угодно потом нам второе изображение мы будем называть контент контент имидж это то изображение откуда мы хотим взять смысл ну то есть на самом деле это наша фотография то есть у нас есть фотография которую мы хотим передел в другой стиль и вот это на самом деле контент и имидж но мы будем сейчас контент и input имидж рассматривать как одно и то же пока что для простоты а также у нас будет третье изображение то ставил имидж это именно там какая-нибудь картина ван гога например либо там мане либо мане или там дали кого угодно это та картина откуда мы будем брать только стиль нам не важен какой там контекст какой там смысл нам важен только ее стиль визуальная красота вот то есть мы будем работать с тремя изображениями теперь давайте рассмотрим вообще идею ну немножечко математики и такой плавной ее реализации значит вот у нас есть три изображения input это то что мы подаем на вход и мы хотим чтобы на выходе ну точнее вот это вот изображение которое мы подаем на вход мы хотим его переделать даже мы хотим попросить там какую-то да условно какой-то алгоритм переделать эту фотографию так чтобы с одной стороны это новое изображение было стало было похоже на нашу фотографию контент имидж но с другой стороны чтобы у нее был похожий стиль как у ставил имидж то есть мы хотим взять что-то от вот от каждой из наших вот вот этих фотографий контент и ставим и делать мы это будем с помощью двух лоссов или двух расстояний между этими фотографиями первое расстояние мы обозначаем как dc это расстояние между между нашим input имидж и и контент имидж то есть это расстояние которое говорит о том насколько наша картинка которую мы подали на вход ну и который мы вообще переделываем насколько она по смыслу похоже с контент имидж а второе расстояние это обозначается ds это расстояние по стилю то есть насколько стиль нашей картинки отличается от стиля стайл имидж и на самом деле наша задача как раз посчитать научиться считать вот эти расстояния а потом с помощью градиентного спуска переделать нашу картинку так чтобы минимизировать оба этих расстояния давайте посмотрим как именно мы будем это делать для начала мы давайте как обычно импортируем все необходимые библиотеки для работы в первую очередь это torch мы будем с вами работать на торча также нам нужны библиотеки для для там для работы с изображениями да то есть чтобы что-то загрузить как-то конвертировать и построить какие-то графики либо те же самые изображения и то же самое у торча есть тоже свои какие-то утилиты которые нам потребуются для обработки изображения так вот эта строчка в третьей ячейке это просто техническое во проверяем на каком девайсе у нас будет работать тетрадка у меня у меня это gpu потому что я на сервере запускаю тетрадку если вы открыли в коллабе у вас скорее всего по умолчанию будет cpu но я думаю что проблем не будет в любом случае да и затем нам нужно загрузить наше изображение как я сказал у нас будет три изображения но для простоты мы говорим что input и контент имидж это одно и то же изображение которое нам нужно переделать поэтому у нас будет два изображения нам нужно будет его их оба загрузить а а потом нам нужно нам мы знаем что у нас картинки цветные у них три канала каждый канал для своего цвета и у них значение от 0 до 255 и мы должны будем переделать значение пикселей в диапазон от 0 до единицы вот это важно потому что иначе все будет работать плохо но давайте это сделаем да и так как у нас картинки могут быть разными если мы загрузим слишком большую картинку она то в принципе все отработает но мы просто будем долго ждать пока у нас одна картинка переделается ее стиль переделаться поэтому мы будем решить пить наши картинки если мы работаем на куде мы будем переделывать в картинку по 512 пикселей то есть это меньшее измерение да то есть если у нас квадратная картинка то мы получим 512 на 512 а если вы прямоугольная то 512 будет меньшая грань если же если вы запускаете где-то у себя на cpu либо в коллабе и там тоже цепью и вы не знаете как переключить на gpu то не переживайте у вас просто картинка будет сто двадцать восемь на сто двадцать восемь чуть чуть меньше но зато по крайней мере будет работать быстро да и вот собственно да мы здесь определяем как раз вот эти трансформации которые нам нужно сделать то есть вот это просто как-то последовательность действий мы первые вот этой строчке мы просто решить нашу картинку вот до этих размеров а вторая строчка мы просто переводим ее в тензор в тензор чтобы пайторч смог работать дальше и у нас есть вот эта вот функция которая называется load вот имидж на вход мы подаем на вход мы подаем путь к нашей картинке эта картинка открывается то есть загружать в память пропускается через наш трансформер я имею ввиду мы ее решейпим превращаем в тензор добавляем туда третью размерность батч размерность потому что нужно того требует пайторч на самом деле и переводим ее в на тот девайс где на котором мы будем все считать все у нас будет две картинки вот они качаются такими путями мы каждую из них открываем и смотрим что у нас получается вот мы их скачали и теперь мы их просто строим то есть вот эта вся ячейка здесь ничего такого это просто набор строчек кода который просто отрисовывает нам эту картинку вот верхняя картинка это style имидж это то откуда мы будем брать стиль а нижняя картинка это контент имидж это то откуда мы будем брать собственно сам смысл то есть на самом деле мы хотим эта же картинка будет у нас на импуте и мы хотим чтобы изменить эту картинку так чтобы смысл ее остался прежним а стиль был вот как на этой картине окей задачи вроде бы все понятно теперь давайте посмотрим а как же мы это будем делать на лекции вам рассказывали про 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 разные лоссы и и раньше выше мы здесь говорили что у нас будет два лосса два расстояния контент лосс и стайл лосс давайте рассмотрим рассматривать их по порядку самый такой простой для понимания для подсчета это контент лосс то есть это какое-то расстояние между 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 нашей картинка которую мы переделываем и вот вот этой вот картинкой нашей фотографии мы хотим чтобы у них смысл был одинаков и как мы будем это считать ну вообще когда есть просто две каких-то картинки и нам нужно и нам нужно измерить насколько они похожи ну и вообще понять похожи они либо нет самое простое что мы можем сделать это посчитать просто расстояние между пикселями у этих картинок то есть берем один пиксель у одной картинки такой же пиксели другой картинки и просто считаем расстояние между этими пикселями ну например по l 2 норме то есть просто эвклидового расстояния в данном случае у нас все картинки будут одинакового размера при этом Поэтому в данном случае у нас эта идея работает. И мы знаем, что если у нас расстояние между пикселями близко к нулю, или вообще ноль в идеале, то это значит, что у нас абсолютно одинаковые картинки. То есть у них смысл один и тот же. Именно этим принципом мы здесь тоже руководствуемся. Но только мы здесь считаем вот эти расстояния не между оригинальными картинками, а считаем, то есть мы сначала берем вот эту вот сеть предобученную, пропускаем через нее картинки. У этой сети есть сверточные слои. После каждого сверточного слоя мы получаем тоже картинку. И вот мы считаем расстояние уже между картинками после вот этих сверточных слоев. То есть мы пропустили наш контент-имидж, получили свертки, мы пропустили наш input-имидж, получили свертки. И вот между этими свертками считаем L2-норму. Вот, собственно, все, что я рассказал, это как раз здесь и описано. То есть мы на вход берем фичи maps, которым мы обозначаем fxl, то есть x — это изображение, а l — это слой сети, сверточный слой. То есть это картинка после свертки. Мы берем это для одной картинки, для другой картинки, для одного и того же слоя, и просто считаем расстояние попиксельно между ними. И вот это наше расстояние. Все. И теперь нам нужно это реализовать видеокодом. Код очень простой. Мы делаем, оформляем видеокласса на Paytrch, просто модуль, потому что мы потом это все будем стекать в один алгоритм. Вот, то есть что принимает этот модуль? Он называется content loss. Он принимает на вход нашу картинку какую-то. Ну, вот эту вот после картинку, после свертки. И берет нашу таргетную картинку. Ну, то есть в данном случае таргетом у нас будет content image, а input будет так. Это input image — картинка, которую мы переделываем. И мы просто считаем MSE loss между этими двумя картинками. Все просто. Давайте, конечно. Вот мы берем какой-то слой L. Это получается гиперпараметр? Либо что? Нет, это то, во что превращается картинка после сверточного слоя. То есть мы берем картинку. У нас есть вот эта наша сеть передобученная. Мы пропускаем картинку через первый сверточный слой. И после этого сверточного слоя у нас же фактически получается тоже картинка. Мы просто ее, может быть, не понимаем, потому что там, может быть, уже не три канала, а их больше. То есть сколько фильтров, столько каналов. У нее может поменяться размер. Но с точки зрения вообще концепции это тоже картинка. И вот мы берем именно вот то, что… Вот эту картинку после сверточного слоя. Понятно? Или нужно еще как-то… Но там же потом еще есть сверточные слои. То есть мы потом после каждого слоя суммируем их? Да, то есть мы вообще можем взять после какого-то одного слоя, мы можем пропустить через все сверточные слои и взять, например, после последнего сверточного слоя. А можем взять после каждого сверточного слоя, а потом просто это все усреднить. Ну, собственно, мы вот так и будем делать дальше. Мы можем сделать по-разному, как нам хочется. И на самом деле вы сможете поэкспериментировать и посмотреть, на что это влияет. Спасибо. Ответил. Хорошо. Поехали дальше. Теперь стайл лосс. Вот с ним немножечко сложнее, потому что если с контент-лоссом как-то интуитивно понятно, что если каждый пиксель, если один и тот же пиксель у двух картинок одинаков, то значит эти картинки одинаковы, то со стилем, видимо, это так не сработает. Вот. Но, ну так, если философски порассуждать, помахать руками, то, наверное, можно считать стиль как просто какую-то корреляцию цветов. Да? То есть нам на самом деле, вот, то есть там, когда мы смотрим на картины Ван Гога, на разные картины, у них стиль примерно одинаков. Ну, я утрирую, конечно, да, не бейте меня палками, но условно он там писал примерно в каком-то одном стиле, ну, по крайней мере, у него есть ряд работ в одном стиле. У них смысл может быть разный, но стиль у них похожий. И вот, наверное, мы можем воспринимать стиль просто как вот то, как он мешает между собой разные цвета, например. И, ну, такая простая идея, но на самом деле ее достаточно. То есть на самом деле мы хотим, то есть теперь переводя это все на какой-то математический язык, мы на самом деле хотим, чтобы у нас корреляция цветов, то есть корреляция между каналами нашей входной картинки была такой же, как корреляция между каналами у стайл-картинки. Вот. Вот, чтобы это вам еще раз продемонстрировать более наглядно, давайте, ну, не более наглядно, а уже математически, я вернусь к вашим лекциям, у вас был вот такой слайд, это как раз стайл-лосс, да, считается он вот таким вот образом, то есть мы считаем, для первой картинки мы считаем скалярное произведение между разными каналами после слоя L, да, то есть мы берем картинку, пропускаем ее через сверточный слой, и вот то, что получилось, там несколько каналов, да, и мы берем пару каналов, то есть картинку в одном канале, картинку в другом канале, и просто считаем скалярное произведение между вот этими матрицами в данном случае получается. Ну, а, нет, ну, да, да. Мы просто считаем вот такую вот штуку, скалярное произведение вот этих двух каналов. И это на самом деле будет нам отображать какую-то корреляцию между цветами в нашей картинке. И вот мы хотим, чтобы корреляция, вот такая корреляция между каналами у нашей картинки была как можно ближе к корреляции между каналами у нашей стилевой картинки. Вот, то есть мы тоже минимизируем L2 loss между вот такими вот произведениями. Можно вопрос? Да. А считается между парами всех? Парами всех, да. Спасибо. То есть вот здесь индекс IG – это, ну, ИК или ЖК. Ну, то есть первый индекс – это один канал, второй индекс – это второй канал. Вот так. А, нет, стойте. Что-то я… А, нет, все, все верно. Сейчас, минуточку. А, нет, первый индекс – это номер фильтра, то есть номер канала, а G – это просто позиция, ну, пикселя условно. То есть мы взяли картинку, мы ее растянули в один массив, да, то есть у нас картинка такая длинная получается. И вот позиция пикселя в этой картинке – это второй индекс здесь. Давайте вернемся к тетрадке, здесь посмотрим, как это считается. Вот, значит, у нас есть вот эта картинка F после свертки, да, это F для картинки X после слоя L. Мы должны посчитать скалярное произведение между каждой парой фильтров. Это называется здесь матрицей грамма, обозначается через G, X, L. И считается она, ну, вот, собственно, вот так вот она считается. Вот так вот, G, вот эта вот матрица грамма, вот так она считается. Только здесь у вас в слайде это F, в слайде A, а у нас это F. Вот, считаем мы ее вот таким вот образом, у нас есть функция грамма-матрикс, на фото мы ей подаем нашу вот эту картинку F, F, X, L, то есть для картинки X после слоя L. Она у нас имеет, ну, какой-то вот такой размер, да, где A – это batch size, ну, в данном случае это единичка всегда. B – это число фич, ну, то есть это число каналов B, а C и D – это просто размерность картинки, да, сколько пикселей на сколько пикселей. Мы ее трансформируем, меняем ее размерность, у нас теперь это будет картинка размером AB на CD, да, то есть мы фактически вытягиваем картинку в один такой массив, а потом мы просто считаем, ну, произведение, ну, то есть мы считаем, мы берем эту картинку и умножаем ее на транспланированную картинку. Это как раз и есть вот это вот скалярное произведение между двумя векторами в данном случае, потому что мы ее уже перерастянули. И для нормировки, потому что значения могут получиться большими, да, для нормировки мы еще делим каждое значение на просто число вообще пикселей. Ну, да, число пикселей, чтобы у нас значения все-таки были поменьше. Ну, опять же, потому что мы потом градиенты будем считать. Вы знаете, что если на вход мы подаем что-то большое, градиенты бывают плохо. Все, посчитали матрицу грамма, теперь нам нужно посчитать style loss. Тоже очень просто. Мы будем брать нашу style image, это вот target фича. На вход мы будем подавать нашу картинку, которую мы хотим переделать. Для таргета мы считаем грамм матрицу, то есть для таргета вот эту G от B считаем. Потом считаем такую же матрицу от нашей входной картинки. Это G от A, как у вас в лекциях. А потом мы просто берем MSE loss между ними считаем, расстояние. Вот это и есть style loss, либо расстояние между нашей картинкой и стилевой картинкой. Так, по времени нормально. Все. Дальше. Теперь нам нужно... Все, то есть loss мы научились считать. У нас есть функция, теперь нам нужно это все собрать в одну кучу. Для этого мы должны, во-первых, загрузить нашу модельку от VGG19. Ну, она есть уже тоже в торче. Мы ее просто загружаем вот такой вот командой. Мы ее не собираемся обучать, поэтому мы ее, как здесь написано, мы ее загружаем только в режиме применения. Загружаем. Загрузилась. Да. Да. Ну, и еще мы, да, так как... Ну, вы тоже знаете, что сетки обучаются с каким-то припроцессингом. Обычный это standard scaler. У standard scaler есть свои средние значения, свои min и std. И в данном случае для VGCT они были вот такими. И нам нужно их тоже применить к нашим картинкам, чтобы, ну, как бы все было честно, да, чтобы сетка отработала так, как должна. Поэтому мы просто берем эти вектора средних и наших стандартных отклонений и тоже делаем вот этот модуль, чтобы просто все картинки, которые нам... Чтобы нашу картинку просто отскалировать, как это было при обучении сети. То есть мы просто отнимаем средние от каждого фильтра и от каждого канала и делим на стандартные отклонения тоже для каждого канала. Все. Вот. А теперь начинается... Теперь немножечко посложнее, да. Теперь нам нужно это все собрать в одну кучу. У нас будет вот такая функция getStyleModuleAndLosses. На вход мы ей будем давать нашу модельку. Вот эту VGCT сеть. NormalizationMin, NormalizationStd нужно нам, чтобы отскалировать нашу картинку. StyleImageContentImage. То есть две наших картинки. ContentLayers. Это то, после какого слоя мы будем считать расстояние по контенту. В данном случае мы будем считать только после четвертого сверточного слоя и только после одного. И StyleLayers. Это то, после каких слоев мы будем считать расстояние... Ну, StyleLoss, соответственно. В данном случае мы берем первых пять сверточных слоев. И потом их просто суммируем, ну, усоединяем. Считаем для каждого отдельно, а потом усоединяем. Все, поехали. Просто копируем нашу сеть. Добавляем модуль нормализации. Так, это просто массивы, куда мы будем... Ну, списки, куда мы будем хранить наши лоссы после каждого слоя. Вот здесь. Создаем новую модельку. А зачем мы сеть копируем? Почему мы не можем ее сразу сюда запихнуть? Ну, наверное, можем, но просто предосторожность, чтобы ничего не поменять внутри. Потому что... Ну, это просто предосторожность. Здесь особого смысла нет. Теперь мы... Теперь что идем? Мы должны теперь найти все эти сверточные слои у нашей сетки. Поэтому мы берем просто... Мы идем по... Входим внутрь этой сетки. Идем слой за слоем. И, да, ну и говорим. Если мы... Если текущий слой — это сверточный слой, то мы там берем его имя какое-то. А если это... Да, просто пока. Да, если это какой-то слой активации, мы берем этот слой активации. Ну, и, соответственно, да, если это пуллинг, то тоже берем его имя. Если это бочном, то тоже берем его имя. И так далее. И потом... Да. И потом... И потом чего мы делаем? Мы... Если... Вот в этих вот ифах. Если у нас... То есть мы вот взяли слой, нашли его имя через ифы, и потом через ифэлсы, и потом, если наше имя совпадает вот с этим слоем, то есть это четвертый сверточный слой, мы... Что мы делаем? Мы берем... Мы берем нашу картинку, пропускаем через... Через нашу сетку, ну, через четвертый слой, через четыре слоя, через четвертый слой. После четвертого слоя мы берем то, что у нас получилось, и потом мы считаем... Да, и потом мы... Да, и потом мы считаем... Content loss. Да, то есть вот это расстояние, которое по смыслу. Сейчас. Ну, здесь мы конкретно пока не считаем, мы просто стекаем нашу модельку, да. Подсчет мы будем делать потом, дальше. Вот. Да, ну, здесь, в частности, мы просто добавляем вот этот вот модуль, который будет считать нам этот loss, добавляем его в нашу модельку, ну, и просто сборщик этих loss потом, потому что нам потом нужно усреднять. То же самое мы делаем для стиля. То есть мы, если мы нашли нужный слой после нужного слоя, мы добавляем вот этот модуль вставил loss, ну, точнее, его определяем, потом его добавляем, и потом значения, которые у нас будут получаться, мы еще будем собирать. Все. А зачем мы здесь везде создаем новую модель? То есть состав loss и content loss понятно. Но у нас уже, по идее, как бы была модель, вот это наша CNN, а мы тут много, получается, создаем и к ней добавляем кусочки. Да, мы просто добавляем к ней кусочки, потому что, ну, так потом будет проще работать. Мы вот сейчас сделали свою модельку, а потом мы просто берем картинку, запустим ее через нашу модельку, и на выходе сразу получим loss. Все. Ну, просто такая логика. Вот давайте сейчас. Именно вот это, что называется, модуль, она что здесь выполняет? Сейчас, давайте посмотрим. Вот у нас картинка. Вот этот контекст, это вот content image, мы же ее берем как input, как я уже сказал. И теперь, смотрите, вот мы вверху, мы просто написали всякие функции, всякие модули, состакали нашу сетку, то есть мы к VLCG добавили модули, которые считают наши лосы, и убрали все лишнее. Ну, вот это вот, убрать все лишнее. То есть нам не нужны вот эти fully connected в конце, потому что мы же не хотим выход нашей сетки конечный. Нам нужны только сверточные слои, поэтому мы просто убрали все оставшиеся слои, которые нам неинтересны. Вот. И по факту у нас, ну вот, на выходе мы получили вот эту нашу модельку. Ну, то есть это просто часть VG19, то есть мы взяли оттуда только сверточные слои и в нужных местах добавили модули, которые будут нам считать content loss и style loss. Вот и все. Я бы, конечно, нарисовал вам картинку, но это будет долго с этими слоями. Ну, сейчас мы просмотрим. А мы разве не поднимем ошибку, когда встретимся с fully connected слоем? Там вот есть момент в коде. Не, 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 сейчас. Нет, не будет никакой ошибки, все заработает. Вот, окей, значит, смотрите, вот мы научились считать, бла-бла-бла, вот, мы научились считать вот этот loss, content, мы научились style loss считать, и теперь у нас есть X, это контентное, нет, сейчас, C, это контентное соображение, изображение, S, это стилевое изображение, X, это наше входное изображение, которое мы хотим изменить, и теперь нам нужно с помощью градиентного спуска найти оптимальный X, то есть найти такую картинку, которая минимизирует нам вот этот loss, вот это вот суммарное расстояние. Все. Так, input optimizer, это мы просто здесь определяем оптимизатор, который мы будем использовать, это lbfgs, в принципе, можно использовать, наверное, любой другой, который вы хотите. Вот, и теперь вот эта функция, которая все будет делать. На вход мы подаем нашу сетку, ну, опять же, normalizing, min-normalizing std, контентное изображение, стилевое изображение, входное изображение, number of steps, это число итераций градиентного спуска, ну, точнее, здесь как бы, ну, да, здесь не то, чтобы градиентный спуск, это такой квази-ньютоновский метод оптимизации, там, ну, второго порядка, такой квази-второго. Style weight и content weight, это, собственно, вот это beta, это style weight, alpha, это content weight, просто удельный вес вот этих расстояний. Все. Значит, вот мы берем, вызываем нашу предыдущую функцию, где мы фактически разбирали на слои VGG19 и добавляли туда свое. На выходе мы получили вот эту нашу свою модельку, в которой уже есть все нужные сверточные слои и в нужных местах проставлены модули, которые будут нам считать наши лосы. Все. Определяем наш оптимизатор, который мы будем использовать, чтобы находить оптимум вот этой волосы. И дальше в итерации, то есть на каждой итерации. У нас их 300 штук. Что мы делаем? Мы берем наше входное изображение, его обрабатываем, то есть переводим значение в пиксели от нуля до единицы. Ну, об нулям градиента, понятно. Пропускаем нашу модель, нашу картинку входную через нашу модель. и пропустив, мы уже получаем, мы получаем уже вот в наших вот этих вот списках, мы получали посчитанные лосы после нужных слоев. И потом мы просто идем по этому списку и просто суммируем все наши лосы. Ставил лос, как вы помните, у нас мы считали пять раз после первых пяти сверточных слоев, поэтому здесь будет пять слагаемых. У контентного лоса у нас только одно слагаемое, потому что мы взяли только после одного сверточного слоя. Все. Дальше мы можем их еще, эти лосы, да, мы умножаем их на веса, как мы определили на входе. И, да, получаем общий лос и потом просто делаем один шаг оптимизации. Все. Это просто информация, которая будет выводиться. И так мы повторяем до тех пор, ну, сколько-то итераций, да, и на выходе возвращаем наше импортное изображение уже после оптимизации. То есть, что у нас получилось. Все. Давайте. Давайте запустим наконец-то. Значит, вызываем вот эту функцию. Ну, она там несколько секунд сейчас отработает. Да, 50 итераций уже сделано. Так, что у нас по времени? Отлично. А, нет, подождите, а когда у нас заканчивается? 17.40, да? Да. Да. По идее, да. Ага, значит, тороплюсь. Зря. Так, 150. Ну, вот в целом вы видите, что лосс, вот контентный лосс, ну, да, он, конечно, упал, но не так, чтобы очень сильно. А вот стильевой лосс? А можно, пожалуйста? Наверное, потому что мы взяли очень большой вес стайл и маленький контентный. Ну, это тоже, да. Ну, вообще, по идее, у нас контентный лосс, он как бы не должен сильно меняться, потому что, ну, как бы мы же хотим, чтобы он сохранился. Мы взяли в качестве инпута наш контент, контентное изображение, да, то есть, по идее, там, ну, как бы, когда мы меняем стиль картинки, у нас контент, ну, смысл этой картинки тоже немножечко падает. Именно поэтому мы здесь видим, как бы, что-то я запутался. Ну, в общем, да, кажется, что по контенту не сильно должно меняться, вот по стилю должно, потому что у нас изначально стиль был другой, а нам нужно превратить в нужный нам. Ну, вот, вот что у нас получилось на выходе. Ошибку с кодом. Что? В чатике пишут про ошибку с кодом. Вот это вот? А, в чатике? В чатике давайте посмотрим. Тетрадки есть. А, тест имидж, потому что, потому что, да, сейчас, смотрите, вам нужно тест имидж вот этот заменить на style image. И все. Это, да, это косяк. Вот, то есть, просто заменить на style image и все, все будет замечательно. Да. Ну, по крайней мере, по этой ошибке понятно, кто что-то делает. Style loss, а вы убедитесь, что у вас все ячейки сверху были запущены. То есть, в целом, вы вообще можете просто перезагрузить тетрадку и запустить все. Ну, окей, style loss is not defined. Окей, давайте посмотрим, где мы делали definition. Вот, ну вот, то есть, у вас вот эта ячейка должна быть запущена, ну, пройдена. Вот, вот здесь definition style loss. Проверьте, пожалуйста, еще раз. Ну вот, вот, что мы получили на выходе. Ну, давайте просто сравним с тем, что было на входе. Вот, было на входе вот такое. Черно-белая картинка с балериной. На выходе мы получаем, ну, уже не черно-белая, по крайней мере, и в целом, по стилю, вот, какие-то такой, непонятно, какой цвет, ну, есть синие, синие цвета, есть какие-то теплые тона, все это в какой-то перемешке, через какие-то мазки. Ну, вот, в принципе, как здесь. По крайней мере, по цветовой какой-то гамме вроде все совпадает. Так, так, чатик, чатик, сейчас, минуточку. А, все работает замечательно. Вот. Так, у нас 17.15, есть где-то 25 минут, отлично. Знаете, за оставшиеся 25 минут мы вам предлагаем поиграть теперь с этим кодом. В принципе, вы можете как-то по-своему поиграть, как вам хочется, но в качестве каких-то вариантов мы предлагаем вам вот эти задания. Первое задание. Вот, мы запустили с вами, мы говорили, что у нас будет три картинки контент, контент-имидж, стайл-имидж и инпут-имидж. И мы говорили, что у нас инпут-имидж будет, импут-имидж и контент-имидж будут одинаковыми. А теперь вам предлагается в качестве инпут-имиджа просто добавить белый шум и посмотреть, что получится. Ну вот, давайте я вам дам например, пять минут. Можно, пожалуйста, вопрос по поводу того, что у нас контент-имидж и инпут-имидж были одни и те же, почему у нас вообще есть какой-то контент-лосс? Они же попиксельно получаются равны. Ну, это для начала, это сначала они. А, ты имеешь в виду, почему они не ноль здесь? Да. Ну, здесь на самом деле не совсем в начале, то есть это уже после 50 итераций. И да, просто после 50 итераций, точка. То есть, после 50 итераций уже наша картинка как-то изменилась и она уже не очень похожа на наш, на нашу первоначальную картинку. поэтому у нас здесь не нулевой лосс. Окей, спасибо. Все, давайте я вам даю где-нибудь 5 минуточек и потом я вам покажу решение. Так, чат. Чем может быть вызвано, что боссы, лоссы получили сильно выше? Ставил лосс около 2, контент лосс около 7. Может быть, потому что в ГПУ и типа картинка меньше, мы ее решили или на 128? А, стойте, это у... А, я имею в виду... А, я неправильно, значит, понял вопрос. То есть, вы говорите, что у меня в тетрадке получилось 0,2 и 2,18, а у вас получилось 2,7, да? У меня на ГПУ такие боссы, как у вас в тетрадке. Да. А у кого-то, может быть, больше, потому что не ГПУ. Ну да, да, потому что вот вспомним вот эту строчку, что если вы считаете на ГПУ, у вас картинка скалируется в 512, там, ну, условно, квадратная картинка, пусть, 512 на 512 пикселей. Если вы считаете на CPU, то у вас будет 128 на 128. К сожалению, я не знаю, как у вас, там, насколько быстро это считается на CPU. О, ну, пока вы делаете то упражнение, давайте я вот так вот сделаю. Я возьму и просто скажу, чтобы он посчитал мне на CPU. Так. Вот так. Сохранить. Kernel.Restart. Run. Run all cells. Так, да, вот у меня девайс сейчас CPU, давайте посмотрим. Да, правда, у меня там сколько там, 24 ядра, так что, может быть, не совсем честное сравнение будет по скорости. Ну, сейчас проверим. да, ну, и тут картинка, конечно, 128, 128, а не 512. так, ну, так, по ощущениям кажется дольше, да, чем на GPU. Давайте попробуем где-то у меня. вроде я тут один считаю. А может, один? Не, один. В целом один. То есть, я забил 24 ядра, и оно, но оно ощутимо медленнее считается, да. Минуточку, минуточку. Не то, потому что торч все равно видит куду и делает 512. То есть, у меня картинка 512. Давайте это все остановим и попросим ImageSize сделать 128. Вот так. Все, теперь делаем Restart. RunAllSales. Вот сейчас честно, да, то есть, я считаю на CPU, и у меня картинка 128. Ну, вот, оно даже видно, да, то есть, картинка не такая четкая. И, ну, вот, да. О, видите, то есть, сразу лосс сильно выше, чем был на GPU. Да. Давайте посмотрим. ну вот так, да. Ну вот, да, вот около двух, около семи, все, как вы и писали, все верно. Так, хорошо, давайте я вернусь теперь к GPU, чтобы картиночка получше была. Все-таки. и вот так. Сохраняем. Старт. С шумом у вас получилось? У кого получилось? Что, ни у кого не получилось? Я добавил просто шум, и мне, когда я запускаю вот put, ошибочку выдает. Ошибочку выдает. Сейчас разберемся. Так, я, конечно, буду читить. У меня где-то тут есть ответы, потому что каждый раз вспоминать это не очень клево. Сейчас я найду. но давайте проверять. значит, а, у меня еще не обучилось. Да, все, все как и было. Теперь, вот так мы делаем, генерируем input картинку из шума. То есть, мы берем torch random и просим сгенерировать рандомную картинку, ну, то есть, рандомный тензор точно такого же размера, как там, ну, наш content image либо style image. Ну, то есть, одна из наших известных картинок, просто потому что, как бы, у них всех одинаковый размер, и нам нужен точно такой же. И сразу же отправляем на нужный нам девайс. Вот так сделали. Так, кто вот задавал вопрос про, что не получилось. Так. Почти, да. Да. И вот теперь мы, я просто копирую вот это вот. Вот сюда же. То есть, у меня контент, у меня ничего не поменялось здесь. Input я просто перезаписал сверху. Ну и все. Запускаем. Да, вот эти красные, это, скорее всего, что-то в разных версиях, разные версии у меня торча, и когда писалась тетрадка. Ну, это не страшно. Главное, что работает. Так, ну, лосы уже, да, вот видите, после 50 итераций лосы гораздо выше, чем здесь. просто потому, что мы уже, если раньше мы уже начинали с какой-то картинки, где контент лос, он был вначале нулевым, а потом он немножечко там как-то менялся в процессе оптимизации, то здесь с шумной картинкой у нас оба лоса. И стильевой лос, он очень громадный, потому что, ну, просто шум. И контент лос, он тоже большой, потому что, ну, как бы тоже шум, да, шум вообще не похож на нашу ближнюю. Но вот они вот куда-то сходятся. Ну, вот получилось что-то вот такое, да, при этом, если мы сравним лосы, здесь у нас 0.5 у стильевого, 0.2 у прошлой картинки, да. То есть кажется, что в прошлый раз мы прооптимизировались по стилю тоже чуть лучше, то есть по стилю были ближе. А контент лос здесь 3.2, а здесь 2.2, да, и по и по по смыслу тоже раньше у нас было лучше. Вопрос к вам, почему так? Как думаете? не стесняйтесь, вот любая идея, которая в голову приходит, говорите. Ну, с контентом понятно более-менее, мы просто не успели, ну, там, за 3.2 итерации, возможно, мы не дошли до какой-то более лучшей точки оптимума. Вот. А со стилем ну, менее понятно, в общем-то. Но стиль это тоже такая материя неясная, и поэтому, мне кажется, тут что-то предполагать сложно. Ну, в целом, в целом верно в том плане, что просто в данном случае мы дальше оказались от оптимума, потому что когда мы на вход подаем контентную картинку, то мы находимся ближе к оптимуму просто хотя бы из-за того, что у нас контентный лосс, из-за того, что контентный лосс у нас уже был какой-то маленький, то есть мы хотя бы по контенту уже были в глобальном оптимуме, и нам фактически нужно было прооптимизировать столько стиль как-то в ущерб контенту. Поэтому чисто по смыслу мы были ближе к нашему оптимуму, поэтому нам 300 итераций хватило. Ну и да, на самом деле вы видите, что на самом деле картинка прям очень сильно похожа на контент. Это тоже говорит о том, что из-за того, что у нас одно из расстояний было нулевым, то есть мы находились в каком-то, видимо, может не глобальной, в целом не в глобальном оптиме, в каком-то там локальном, либо ну да, и на самом деле выйти из него, ну или в какой-то там какой-то области такой более-менее оптимальный, да, и на самом деле нам было, то есть стилю на самом деле было трудно переделать, сильно изменить картинку, поэтому мы видим, что как бы стиль у нас, ну так, он просто немножечко покрасил цвета нашу картинку, да, ничего тут не, линии, все линии остались четкими, то есть это из-за того, что, еще раз, контентный лосс у нас был нулевым, а стилевому, а стилевому лоссу было очень трудно, было очень трудно это как-то изменить, а здесь у нас был шум, да, то есть как бы тут уже ни у кого не было преимуществ, и контент, и стиль, они просто вот друг за друга боролись, не друг за друга, они боролись друг с другом за одну картинку, ну вот к чему это привело, возможно, если бы, если мы возьмем там больше итераций, там тысячу, две тысячи, то возможно будет сильно лучше. Окей, поехали дальше. Дальше вам предлагают загрузить. Я сейчас 500 итераций сделал, там уже намного более похоже на то, что у нас изначально получалось. Ну ладно. Ну да, да, то есть здесь на самом деле видно, что еще оптимизировать можно куда, то есть последние 300 и 250 итерации мы видим, что спад еще идет, поэтому да. Ну вот да, в качестве эксперимента можете потом попробовать запустить, ну тоже много итераций, посмотреть, сойдетесь ли вы к чему-нибудь такому. Так, ну второе задание вам предлагают какую-то другую картинку, ну давайте я вам покажу. А, да, это сделаем тоже вот так вот просто. Сейчас. Я вам даже, может быть, чтобы вам не мучиться, я вам просто пришлю в чат. Вот в этой, сейчас, вот в эту ячейку, в пятую, где мы загружали наши картинки, вам нужно добавить, вот я вам сейчас сейчас пришлю, вот эту строчку, там уже лежит картинка, а, и вот эту, ну и соответственно, ставил имидж, так вот, ну и прочитать. можно убрать, пока что. Да, все работает. Ну вот, да, вот будет вот такая вот звездная ночь Ван Гога, и мы просто, ну давайте еще раз покажу, подожду там минутку, чтобы вы все, то есть на самом деле, вот после того, как картинка скачалась, вам нужно взять только имя и все. Можно ссылочку в чат, пожалуйста? А я сбросил. У меня почему-то нету. Пятая группа. А, я в ТГБ. Окей, давайте сюда еще, а, сейчас, минуточку, сейчас сброшу еще вот тут, в Zoom. смотрите в Zoom, в чате. Так, ну я надеюсь, все успели все сделать, посмотреть, и теперь мы просто прогоняем. Так, ну input у нас без изменений, да? А, ну слушайте, я на самом деле глупо поступил. Мне просто нужно было вот так вот сделать, чтобы не вот, сейчас так вот сделаю. Ставил image, вот это. так, и нам нужно input, в качестве input мы хотим контент, да, у нас мы просто затерли с прошлого раза, вот так вот надо сделать. мы скачиваем нашу картинку, загружаем style, input у нас как контент, контент мы загрузили выше, и просто запускаем нашу функцию по style трансферу. Все, вот оно пошло. ну лосс здесь тоже, видите, выше, чем для предыдущей картинки. ну это наверное потому, что предыдущий стиль был таким черно-бело-сером, и балерин тоже черно-бело-серый, а теперь стиль такой синенький. Ну да, да, ну то есть да, он хотя бы визуально, кажется, что он такой более сложный, что ли, там цветок больше, ну да. Вот, ну у меня вот так вот получилось, я думаю, где-то примерно так же должно быть. Не думаю, что здесь фруктуации сильные. Да. Окей, дальше, вот кто-то задавал вопрос, по-моему, если я правильно помню, вот про вот эти веса. Ну вот сейчас вам предлагается поэкспериментировать с весами, то есть у нас был стайл, ну вот опять же, давайте оставим стиль точно таким же, вот просто берем, берем, копируем все с предыдущего задания, просто нашу вот эту функцию, картинки не меняем, вам предлагается, вот content weight у вас с единичком, а style weight вам предлагается вместо вот этого вот большого какого-то значения взять что-то поменьше. ну типа вот от нуля до единицы вам правда предлагают. Ну вот давайте попробуем что-нибудь. Ну давайте для начала единицу. Делайте ставки, что получится. Ну изначальная картинка практически. Да, согласен. Ну кстати, вот вы уже видите, да, что здесь у нас был стайл восс где-то 89, а сейчас он прям какие-то тысячные доли. Ну, кстати, наверное, это можно объяснить тем, что у нас же значение пикселей от нуля до единицы у всех, и если мы берем два пикселя, вообще произвольных, то между ними, если они не равны, то расстояние между ними на самом деле довольно большие. То есть это будет порядка единицы, да, у нас же значение пикселей от нуля до единицы тоже. И расстояние у нас будет около единицы. А если мы считаем корреляции между цветами, между каналами, то на самом деле эти корреляции, ну каналы обычно там не сильно, наверное, скоррелированы. Соответственно, корреляции у нас будут в каждой картинке между любой парой корреляция будет маленькой. Ну, я ожидаю около нуля, да, и соответственно, если мы что-то около нуля отнимаем от чего-то около нуля, мы получаем тоже что-то около нуля. И плюс еще мы масштабируем на матрицу грамма, когда считали, мы уже делили на количество элементов. Так что в целом у нас style loss получается ниже, чем, ну по значению меньше, чем контент loss, поэтому веса мы должны сделать здоровее. Ну вот, да, мы видим, что картинка практически не изменилась в данном случае. так, а что у нас там было? У нас было какое-то большое значение 500 тысяч. Давайте возьмем так, миллион, 10 миллионов. Надеюсь, взрывы численных методов у нас не произойдет. Что-то, кстати, ничего особо не меняется. Чуть-чуть больше стиля, но ненамного получается. А у меня, когда я брал единичку, у меня, ну, картинка такая же, не получилось. Она получилась такая же, где она сияет все. Интересно. Ну, я бы... в последнее, что модель осталась такая же, но веса такие же, они почти не обновились. Ну вот, да, мне тоже так кажется. Может... Не знаю. Я бы предположил, что где-то АЧ-пятка какая-нибудь произошла. Или... Ну, в общем, надо разбираться. Я так не могу сходу сказать. Ну, да, чем-то как-то неактивно. Ну, окей, можно, значит, там вообще меньше, там, тысячу сделать. Пока считается тысячу. Ну, видимо, да, видимо, мы здесь в какое-то насыщение по стилю пришли и этого... И дальше уже сильно не уйдет. Так, ну, окей. У нас 17.40. Кажется, пара у вас заканчивает. Закончилась уже. Ну, тетрадки у вас остаются, тем не менее. У вас, вам еще для разнообразия еще два задания. в четвертом задании вам просто предлагается вот поиграть вот с... Вот с этими слоями, да? То есть вы можете стиль брать не после пяти слоев, можете взять какой-то один слой либо меньшее число слоев. Контент вы тоже можете брать не после четвертого, а можете попробовать взять... доходить тоже после пяти либо после первого. И просто... Ну, то есть там тут комбинаций очень много. И, ну, просто посмотрите, к чему это будет приводить. Я думаю, это будет интересно. Так, между тем... Да. Сейчас. А, ну вот, видите, я взял style weight 1000. Ну, вот, у меня получилось уже менее похоже по стилю. Просто вот цвета какие-то есть, пятна цветные, но далеко не так вот. Все. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Увидимся через неделю. Если остались какие-то вопросы, то пишите в чат в ДГ. Все. Всем хорошего вечера. Всем пока. Спасибо. 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 До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok